Ткачество на рамке Так познавательно проходят занятия в творческой мастерской Алены Кулаковой. Рукодельница-самоучка всего несколько лет назад создала кружок «Лебедушка-34», где обучает всех желающих рукодели, а уже сегодня о ее проекте знает вся Россия. В грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи на творческом фестивале в Крыму «Таврида Арт» Алена выиграла 410 тысяч рублей на развитие своего проекта. Это обновленное помещение нашей творческой мастерской, с которой мы начинали. Сейчас это уже заповедник русской традиции, мы уже обжились некоторым количеством экспонатов. В «Лебедушке-34» рады всем возрастам и поколениям. Здесь организован досуг для семей и для друзей. Можно приходить компаниями. Каждый найдет занятие по душе. Научится ткать, вышивать, валять из шерсти и даже играть на гуслях и других музыкальных инструментах. Буквально со дня на день Алена ждет долгожданную поставку. Это будет и мебель, это будут лавки, столы, это будут красивые шторы, которые будут дополнять это пространство. Ткацкие станки, веретена, будет куплено некоторое количество еще гусли, чтобы у нас хватало на всех. В студию с интересом ходят не только дети, но и их родители. Они признаются, что им невероятно повезло, что такое самобытное пространство есть рядом с их домом. Многие бы хотели постоянно посещать кружок Алены Вячеславовны, но территориально для них это недоступно. Однако все, кто здесь когда-то был, мечтают обязательно вернуться. Как дети реагируют, когда попадают в эту атмосферу? Ну, первое, конечно, это вот такой вот вздох, потому что здесь много, конечно, таких экспонатов, которые никогда раньше, допустим, дети не видели. Это вот жернова, которые к нам приехали из Ярославля. Это ткацкий станок конца 19 века. Это ручная прялка, сундуки. Все то, что уже частично утрачено. То, что мы пытаемся сберечь. Бухгалтер Галина Наумова ходит на занятия вместе с дочкой. Говорит, что ракоделие их объединяет. Есть общие темы для разговора. Заметен и терапевтический эффект. Ты отключаешься вообще от своих проблем полностью. То есть ты сидишь, валяешь шерсти и не думаешь ни о чем. Думаешь, как это хорошо, сейчас все получится. Там валенки сделали, и я не знаю, я дня четыре ходила, прям вот такая довольная, ни о чем не думала. У меня хорошее настроение было, что я вот сама это сделала. Мне интересно, очень интересно. Буду находить время, чтобы ходить. Школьница Лиза Наумова занимается в студии второй год. По словам девочки, она очень ждала, когда закончится лето. И вновь начнутся занятия в лебедушке. Я научилась валять, вышивать. Мы делали подушку, мы шили, подушку научилась шить. Вот, ткать научилась. Вот. Научилась играть на... Ну, учусь, процесс идет. Но уже немножко получилась играть на гуслях. И уже в процессе учебы на карине. Девочка попала в студию случайно. Мечтала научиться игре на гуслях. И судьба свела ее с Аленой Кулаковой. Теперь в репертуаре юного дарования уже несколько музыкальных композиций. К нам приезжал родственник летом. И когда Лиза сказала, говорит, ты на чем играешь? Она говорит, на гуслях. Он прям аж на чем? Говорит, мне это слух режет. Я говорю, на гуслях. Он говорит, неси скорее сюда. Принесли. Вот он сидит, барничает. Говорит, слушай, я, говорит, что-то прям и не знал, что уже есть такие инструменты. Еще на них играют. Еще и кружок есть. Многодетный отец Александр Бусыгин. Все свое свободное время уделяет развитию дочерей. Девочки творческие. У каждой свое увлечение. И несмотря на занятость в школе, они все находят время на рукоделие. Я вообще занимаюсь танцами. Творчески работать руками. Мне тоже очень нравится вязать, плести. Изначально наши корни все заложены в таком творчестве. То есть мы начинаем потихонечку забывать все это. А на самом деле нужно, наоборот, возрождать. Именно такую задачу приобщить волгоградцев к традиционной славянской культуре через знакомство с народным эпосом, обычаями, традициями и ставит перед собой руководитель «Лебедушки-34» Алена Кулакова. В основной массе, конечно, здесь представлены экспонаты конца XIX века. Это вот Чесала приехала к нам из Мордовии. На нем прочесывали еще необработанную шерсть, подготавливали ее к придению. А вот это якобы весло. Это ручная прялка. К ней привязывалась кудель, прочесанная подготовленная шерсть. И уже мастерица вот таким веретеном пряла шерсть. Чтобы работа на занятии спорилась, преподаватель и воспитанники ведут беседы. Читают стихи, поют песни и осваивают игру на различных музыкальных инструментах. Оказывается, научить играть на гуслях можно практически за одно занятие. Можем поставить пальцы на струны или между струн. Давайте попробуем на струны. Мы начинаем обучение без нот, без знания аккордов. Это очень просто. Вот мы поставили, это у нас минорный аккорд. Получается, я, который зажал, а она, получается, не играет. Волшебная музыка прям вообще. Да, волшебная. Александр признался, что сегодня первый раз взял в руки гусли. И сам удивлен, какая интересная музыка у него получается. Чтобы заинтересовать детей, нужно заинтересовались, чтобы родителей. А родителям, видите, интересно. К нам приходят, учатся, играют, получают позитивные эмоции. Я живу. Вообще красота. Символично, что очередное занятие в творческой мастерской «Лебедушка-34» завершилось импровизацией под аккомпанемент гусли, окарины, бубна и других традиционно русских музыкальных инструментов. Марина Романова, Мария Мандрикина, телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова